здесь должен быть полный озеро и оно дальше угол птицы, цветочки, свет капля сюда долетает, у тебя есть крыша высокая это ресторан, или что это, это понды здесь очень скользко, ту плитку они конечно не очень оба с такими выпуклостями, чтобы не скользило представляю, все зимой, когда она замерзает, вообще гололед вот эти я на фотках видел лотусы, или как они называются расцветают здесь сейчас они явно не расцветают затухли это все в лотусах, зеленые лепестки, они лежат на воде а там вижу только уток плавают и здесь утки пройдусь окружочек сделаю по парку и валю домой скоро здесь больше не останется мест, которые посетить все таки ночное, расколбились киото а кстати это с опилок опилки и бетон тоже пероцкую вижу вот это деревяшки интересно это место то, что я сегодня хотел прийти, я прошел потом завтра наверное возьму проездной поеду тоже в эту область один этот город воссозданный старый город воссозданный как раньше то есть у них открытая территория там они дома построились туда съезжу потом мне надо будет вернуться почти через центр линию поменять и в северную часть поехать там будет Тивопарка там потусоваться рядом с ним тоже есть но в понедельник многие закрыты парки ну и музеи тоже потому что мало народу и в основном самая маленькая посещаемость это понедельник и они в это время закрываются в эти дни так что вот эти два места и что еще посмотрим может третье что-то найду ну тут парк который в северной части такой мост большой там ну так в любой в любой день ну и потом еще два-три места надо будет сходить и потом буду двигать и всего вот и думаю сначала в кобе или в киото что если я поеду в киото там весь день буду там просто ну подряд и идешь снимаешь там все снимать там столько я там столько точек указал там несколько раз больше чем чем воски что-то я кажется не туда зашел какие-то дикие здесь вообще места вечереет садится батарейка и я иду в какую-то глухомать на самом деле здесь опилки постелили здесь классно идти здесь болото нет эти опилки вот когда по лесу идешь когда грибы собирал по опилкам по этим хвойные деревья и вот эти иголки они не дают бурьян прорасти не дают влаги просочиться ты идешь не мараешься здесь прикольно идти как в монреальском лесочке когда решил тоже такой бугорчик только там погуще был но маленький так не сбиваемся с пути там там уже нету такого так что пойду-ка я в ту озерца а здесь этот что я сюда залез здесь парк который с вишнями который как обычно еще не растут не не покрасил и нет не покрасили или покрасили нет эта сетка так сдалека кажется что это покрасили синий цвет деревья но сдалека темно-синий цвет если приблизиться то это сетки стоят думаю сетки для того чтобы уж края это все не ела и жуки есть кусты ничего не видно нужно просвет посмотреть на парк одним пуском да есть особо нечего смотреть обычно вот это все вишня кто-то который будет свистеть на карте показано в парке что она вся будет свистеть это все область будет сакуре там видно мега фотограф полуметровый фотоаппарат видно профессионал фотка птиц сзади две японки фоткают уток них наряды такие вязаная шапочка но видно что куплено носки с сердечками и гетры необычные как обычные для них новом такой типа у них уникальный тоже по моему взгляду интересный наряд здесь похоже что-то горело для не пилили темные деревья может намокли так да это намокли так вот да стекает здесь вообще сухо и вороны сидят на этих ветках ты за что не испиленное дерево тоже синий накрыли может от короведов они вообще их общается не общается так можно расшифровать что не логические цепочки построить че и как звуки тембры ты громкоговорители по всему парку кстати их во всем парком стоят такие громкоговорители у унипекс эти двое впереди идут уже не знаю сколько одна молодая пункт она ровночка это ее бабушка походу они оттуда с того комплекса идут кругом хотя они могли туда и выйти они просто кругом я уже просто зашел туда в другой короче обходил еще постоял еще идут виду не спешат ничего да идет с собакой на руках гуляет просто на руках носит не ограждают потом делают подпилку деревьев и за продать чем оградать никто что да не пойдет сам пилить или как-то мешать делают так барбекю вот умеют они рисовать красиво такие лица у них получаются так выглядит парк схема по крайней мере этаж красиво выглядит от лица как они умеют делать и вообще я обошел его вдоль и опять чуток пролетел поворот здесь я и зонтик уже убрал дождик прекратился надо здесь завернуть штамм парковкой там закрыто все 10 деревьев маркируют цветы делают обработку лимон и я не вижу здесь стоят решетки вот эта парковка там где-то один главный вход сюда можно мне как-то показывает что сюда можно выходить здесь садовник орудует ножницами и от этого зеленого чая уже скоро передоз будет у меня передоз то от морепродуктов то от чая чая пьют три дня подряд у меня в желудке сейчас такие отношения там друг с другом вышел наконец парка сейчас видно что это новый район просто улицы широкие большие дороги относительно прямые длинные улицы и дома я иду на не досужие line это самая старая линия где-то третья по счету в япония и первая в осоке которая была построена она с востока на запад самая длинная здесь в регионе именно осоко метро то есть я на ней на нее еще седу сяду и красный до центра это все заграждено потому что они строят новый комплекс вот этот многоквартирный квартиры будут продавать получит по очень сдельным ценам расскажу как будет выглядеть современные вот как у нас выглядит примерно ну как и везде в принципе что здесь новые технологии везде внедряется чудительного буклетики можно взять но не все огораживает сетками чтобы ничего не разлеталось 6 разлетается снять полинка будет жалоба будешь трофец но как они умеют рисовать не красота ли разы красота это многоквартирные дома здесь видно что жильцы уже не живут конструкция лет пятьдесят шестьдесят лет назад было это более новое видать эти разрушили и построили новое и это пятиэтажки не четырех этажки комплекс из более дешевая но такие маленькие квартирки как у нас хрущевки только у них вот меньше они про по диаметру квартиры то есть один балкон небольшой раза в три меньше чем у нас окошко маленькая и там слышно все подряд каждого соседа с разной стороны вот такие квартиры ты раз вижу именно их недавно построили там тоже дать недавно сдали их уже распродали их интересно это целый район микрорайон я опять свернул не туда дальше пошел девушка шапки ушанки идет кого-то идешь как у нас девятки или семиэтажные советские постройки хрущевки то же самое интересно вот когда пешком идешь всегда такие детали их район открывается очень туристическое место я просто шел на станцию метро увидел такое всегда увидишь я видел социальное жилье в токио ну и здесь тоже но это чуть иначе это именно малогабаритная постройка таких домах малогабаритных квартирных много квартирных обычно живут малообеспеченные или такие низших работах с небольшим доходом или студенты но прибывшие которых тоже не очень с баблом или те кто смог накопить на свое жилье вот они могут себе позволить такую для начала смотрю этот район полностью забит этими многоэтажками скорая помощь здесь установка метро мне сюда надо вот это мидосус желаем она до почти до часа работает мне батарея осталось 50 15 процентов мне как бы до конечной нам бы доехать без пересадок там главное вправо или влево я уже там знаю чуть-чуть чуток завернуть и содержишься от телефона движуха просто неимоверная на нам бы всегда взял в лоусоне смузи сэвен левела там ты сам делаешь машинки это уже приготовленная еще не пробовал такое а это вода кой минеральная именно место я уже неделю здесь и только сейчас смотрел водоту 24 и 13 прилетел быстро время так летит как петс здесь лаундромат где можно есть их несколько этот район где я живу возле это нам бы считается я уже его знаю как хорошо там чуть дальше до тамборе основная улица то есть ночью днем место пешком и доли уже знакомые места иду специально по этой улице пустой потому что то загруженная шумно и трасса сверху и и и и и и и и Продолжение следует...